Добрый день, друзья! По многочисленным просьбам решил снять видео про нашего попугая Ашота. Смотрите, как он всех приветствует. Давайте я почуху Ашотик. Иди сюда, иди почухай. Он тоже у нас ласковый. У нас все животные и птицы выращены в любви и ласке. Очень любят человеческое внимание. Просто без него дня не проходит. Но напомню, незнакомые руки он не воспринимает. Поэтому, друзья, приходите, знакомьтесь, но руки в клетку попугая не суйте. Да. Когда придете в гости к Ашоту, не забудьте захватить с собой грецкие орехи и бананы. Очень любит бананчики. Держи. Вот он даже вытанцовывает, чтобы его угостили. А если вам повезет, то он с вами поговорит. Говорит очень много. Целые предложения. Привет. И как дела? И Ашот красавчик. Ну и сто процентов еще и ругается. Наверное, какие-то ругательные слова все равно знают. Потому что, ну, для любого человека в прикол наговорить гадости. Попугай, как губки, впитывает эту всю гадость, а потом периодически выдают. Поэтому, когда общаетесь, общайтесь, пожалуйста, любя. А то он нам такое выдает. Я не смогу вам произнести на камеру. Ашотик, скажи. Ашот. Поздоровайся. Привет. Привет. Он в качестве руки использует свой огромный клюв. За счет него он перемещается по всей территории. Клетки, либо на деревьях, если бы был в реальных условиях. Вот. Не хочет морковь. Банан еще хочет. Держи. Но бананы любит не только Ашот. Вот маленький, интересный. Держи. Кто? Это Бурый Капуцинчик. Зовут его Ори. Они, кстати, дружат. Они садятся напротив друга и рассказывают друг другу сказки. В басне Крылова они рассказывают друг другу про обезьяну и попугая. Ксюш, что ты можешь рассказать мне об образе жизни этого попугая? Какие еще у него есть предпочтения? Может быть, чем-то увлечен? Он любит танцевать. Особенно, когда по утрам я включаю радио, пока посетителей у нас нет. Он под звуки рока зачастую даже очень неплохие движения делает. Па, такие попугайчики па. И при этом разговаривает, общается. Танцы. Танцы, в основном танцы. Сколько слов он знает? Безругательных. Около 20, наверное. Около 20. Что чаще всего говорит? Привет пока, Ашот красавчик. Как дела? Меня живет рыбка, когда кушать хочет. Причем это длительно получается. Такая рыбка, рыбка. И пока я не выйду, не дам ему что-нибудь в клюв, он не успокоится. Очень он говорит, но вот, к сожалению, никогда никого нет. Ашот красавчик. Ну, поздоровайся хотя бы. Мы про тебя рассказали, а ты молчишь, как рыба облёт. Привет. А, еще, кстати, очень любят джайные семечки. У меня совсем в малых количествах я даю. Ты можешь сейчас поздоровать. Сейчас попробуем. Ашот, поздоровайся. Я тебе семечку. Привет. Смотри, Ашот, семечки. Привет. Поздоровайся. Привет. Вкусно? Вкусно сейчас будет Ашотику. Видишь, как просит, но, к сожалению, не будет. Вкусно? Вкусно? Уронил? Вкусно? Вот это слово он здесь тоже говорит. Ну, Висес молчит вообще. Так. Иди сюда. Ну, камеру вот так еще. Можно снимать. Разгрызает шкурку, седает внутренность. А шкурку выплёвывает? Шкурку выплёвывает, да. Шарик. А здесь же есть еще пара таких же попугаев. Да, но это пара, поэтому они не разговаривают. Они в общем в вольере находятся. Обычно попугаи разговаривают, когда сидят поодиночке. Интересно, долго живут эти птицы? До 80 лет. До 80. Это даже больше, наверное, чем среднестатистический человек. Да, да, да. Это в естественной среде они столько живут? Или они живут только в... В естественной среде, но в... А в домашних условиях? В домашних условиях так же. Это же уход и все такое. Естественная среда, они чаще гибнут от всяких там катаклизмов и все. А тут наоборот выжимаемость их. Сколько лет нашему Ашотику? Так, подумаем. Три года. Три года. Три года, да. Он у нас родился здесь, выкармливался здесь. Потом мы пересадили его в отдельную клеточку. То есть он здесь, это уже потомство зоопарк получил от этих попугаев. Да, совершенно верно. Так что, друзья, как видите, у нас практически все животные в зоопарке размножаются и приносят вот такое великолепное потомство, как наш красивейший Ашот. Ашот, скажи. Ашот красавчик. Красавчик? Ашот, ну что ты молчишь? Скажи. Он не любит говорить на камеру. Но если нам удастся в какой-то период времени, я обязательно покажу вам ролик, где Ашот говорит. Да. Друзья, ждем вас всех в зоопарке Сказка. Приходите. Пока.